мини-игра star atlas что это такое как не можно подготовиться разработчики говорят что они собираются запускать мини игру она должна выйти 16 декабря и уже несколько раз переносили дату они говорят что корабли начинают продаваться перепродаваться на рынках чтобы избежать этого и чтобы ваши корабли просто не пылились на полках они собираются выпустить эту мини-игру стейкинг кораблей мы как бы будем отправлять свои корабли на миссию в разведку и так далее вот так вот будет выглядеть мини-игра это будет тир первой игры она будет очень упрощенная здесь не имеет значения какой у вас корабль там боевой или грузовой значение здесь не имеет это очень упрощенная игра тир 0 пока что это просто стейкинг кораблей все что нам нужно будет делать это поддерживать уровень топлива еды и амуниции пока вы это делаете ваш корабль находится в стейкинге в разведке в путешествии на миссии вот и будет еще тир 2 тир 1 точнее говоря там уже будут различные он еще будет не скоро тир 1 они обещают его где-то к середине 22 года там уже будут как раз таки и нпс взаимодействие с сюжетом миссии будут различные но пока что этого нет на данный момент у нас есть только просто стейкинг нам нужно будет постоянно поддерживать все показатели корабля чтобы он фармил атласы зарабатывать мы будем именно атлас вот чтобы заправить корабль всем необходимым нам нужен атлас и зарабатывать мы будем точно также атласы вот будет у нас очень интересная экономика что будет с монетой конечно же неизвестно мы будем и покупать его и продавать когда заработаем и вот насчет заработка они обещают точных цифр нет еще игра не вышла обещают что все затраты будут окупаться что будет более ста процентов годовых есть какие-то слухи ну на это ориентироваться наверное не стоит пока что когда выпустят увидим итак самое интересное как будет считаться стоимость потому что некоторые люди покупали постеры ранние инвесторы и им раздавали вообще бесплатно корабли кто-то покупал их дороже кто-то подешевле на рынке от какой цифры будет считаться процент вот у них есть небольшая формула вникать в нее сильно не нужно все что нам нужно сделать это запомнить вап вап это средняя стоимость корабля например они выходили разными волнами вот здесь небольшой пример есть например 450 судов были проданы выпущены по 8 200 долларов и потом еще 300 судов было выпущено по 9 185 это здесь очень простая формула опять же вникать в нее не нужно просто запоминаем вап это будет средняя стоимость корабля вот например данного корабля это 8 600 все что нужно знать это средняя стоимость корабля итак переходим к таблице она будет в описании здесь мы видим вап о которой мы только что поговорили вап это средняя стоимость корабля от этой стоимости будет считаться ваш процент например если он будет сто процентов годовых то мы берем самый выгодный опал джет на данный момент сейчас он на рынке почему он самый выгодный потому что сейчас он на рынке продается примерно за 13 долларов вчера он продавался по моему за 12 или за 11 даже с небольшим в общем не важно сейчас он продается за 13 долларов на рынке но средняя его стоимость выпуска была 20 долларов вне зависимости от того проданы все или корабли или еще какие-то остались средняя стоимость считается в любом случае по цене как будто они все уже проданы в общем выпускался он по 20 долларов и стейкинг когда мы будем его стейкать нам процент будет начисляться от 20 долларов и поэтому очень опять же интересная экономика самые подешевевшие корабли которые получаются никому не нужны которые продаются дешевле всего они для стейкинга получается самые выгодные вот например опал джет продается в среднем на рынке около 200 долларов но изначально его цена выпуска его было 300 долларов то есть мы будем при стейкинге получать него процент как будто мы его купили по 300 долларов очень интересная экономика точно также все работает наоборот есть корабли которые подорожали например вот последний корабль название читать не буду чтобы не ошибиться его стоимость выпуска была 1666 долларов и он подорожал сейчас он продается в районе двух тысяч долларов то есть если мы покупаем как нам показывает сайт что минимальная стоимость его что-то около двух двух тысяч долларов мы покупаем за две тысячи долларов то в стейкинге мы будем получать него как будто он стоил для нас 1666 долларов то есть мы уже теряем стейкинге вообще если это если рассматривать покупку корабля для стейкинга то он для нас будет не выгоден потому что он уже подорожал для самой игры ничего не могу сказать не знаю как что там будет и вот пока что разбираем стейкинг доступную информацию вот она интересная экономика самые дешевые корабли которые никому не нужны они получаются для стейкинга очень выгодны если я заметил что эти корабли которые самые выгодные сейчас перейдем на маркет они продаются в атласах если курс атласа еще подешевеет то они будут еще выгоднее для стейкинга например если опал джет будет стоить там по 10 долларов и мы их закупим то стейкинг они будут приносить как будто мы их купили за 20 долларов вот и на официальном маркете вот опал джет опал джет за юс детишки их вот первый столбик это количество официальный маркет нас а на сайте старатласа это тот же самый серум или радиум децентрализованные площадки это все одно и то же это все серум это все оболочки серума то есть если вы зайдете на радиум или все что угодно от серума это вы увидите все все те же самые предложения это просто разная оболочка так что на серуме или на радиуме больше предложений не будет Других предложений тоже не будет. Вот все, что есть за USDT-шки, это вот эти вот, сколько тут, 5-6 корабликов. Поэтому, если мы хотим закупить для стейкинга, например, Opal G-Jet, здесь их можно купить тоже. Да, вот, пожалуйста, 209 долларов покупайте, вам будет считаться, как будто вы купили его за 300. Но еще выгоднее купить его в Атласе. И здесь есть нормальное количество их. Например, пожалуйста, 3000 кораблей по 1650 Атласов. На данный момент это около 200 долларов, опять же, да. Вот, и опять возвращаясь к очень интересной экономике, если вы хотите покупать корабли для стейкинга, потому что игры еще нет, и в ближайшие, сколько там, 2-3 года ее не будет, выгоднее всего покупать корабли, которые никому не нужны, и покупать их еще выгоднее за Атласы. То есть, очень интересно, что будет с дешевыми кораблями, что будет с монетой Атлас после таких покупок. Опять же, мы будем на нем зарабатывать те же самые Атласы, и продавать эти Атласы. Очень интересная экономика. Что будет с ценой, конечно же, никто не знает. Как-то так.